Здравствуйте, дорогие братья и сёстры! На телеканале «Союз. Церковный календарь». Сегодня великий вторник Страстной Седмицы, 11 апреля по новому стилю или 29 марта по старому. Совершается литургия прежде освященных даров, и на часах читается Святое Евангелие. И Святая Церковь творит память. Святых IV века священномучеников Марка, епископа Арифусийского, Кирилла Диакона и иных многих пострадавших в то время и преподобного Иоанна Египетского Пустынника. Святители Евстафия, исповедника епископа Кийского Вифинского IX века. Преподобных Марка и Ионы, основателей Псково-Печерской обители, живших в XV веке. Священноисповедника Михаила Викторова, пресвитера, почившего в 1933 году. Именинников мы поздравляем с Днём Ангела. Братья и сёстры, сегодня мы поминаем священномученика Марка Арифусийского и иных многих пострадавших во второй половине IV века, когда на римский престол вступил император Юлиан Отступник, пытавшийся возродить язычество, уже отвергнутое народом при святом равноапостольном императоре Константине. Достоверные сведения об этом святом мы получаем от современника описываемых событий, от святителя Григория Богослова. Вот что он пишет о святом епископе Марке. «При славном Констанции, поданной тогда христианам власти, он разрушил одно демонское жилище и многих от языческого заблуждения обратил на путь спасения, своей не менее светоносной жизнью, как и силой слова. За это жители Арифузы, особенно те из них, которые были привержены к почитанию демонов, давно уже негодовали на него. А как скоро дела христиан поколебались, язычество же начало подниматься. Марк не избежал господствующей силы времени. Марк, видя против себя движение народа, который не знает меры ни в замыслах, ни в угрозах, сначала решается бежать, не столько по малодушию, сколько следуя заповеди, которая повелевает бегать из города в город и уклоняться от гонителей. Потому что христиане при всем своем мужестве и готовности к терпению должны не только иметь в виду свою пользу, но и щадить гонителей, чтобы, насколько возможно, не увеличить чем-либо опасности, в какой находятся враги их. Когда же Марк узнал, что многих за него влекут и гонят, а многие из-за лютости гонителей подвергаются опасности, не захотел для своего спасения равнодушно смотреть на бедствие других. Поэтому принимает другое решение, самое лучшее и любомудрое, возвращается и добровольно выдает себя народу, делать с ним, что хотят, и с твердостью выступает против трудных обстоятельств. Каких здесь не было ужасов, каких не придумано жестокостей. Веден был посреди города старец-священник, добровольный страдалец и по летам, а еще более по жизни, почтенный для всех, кроме гонителей и мучителей. Веден был людьми всякого возраста и состояния, тут были все без исключения, мужи и жены, юноши и старцы, люди, занимавшие городские должности и украшенные почестями. Все силились превзойти друг друга наглостью против старца, все считали делом благочестия, нанести ему как можно более зла и победить престарелого подвижника, боровшегося с целым городом. Тащили его по улицам, сталкивали в нечистые ямы, волочили за волосы, не осталось ни одной части тела, над которой бы не надругались, которые бы не терзали нечистивцы. Тело доблестного страдальца поднимали вверх на железных остриях и передавали его одни другим, превращая в забаву это плачевное зрелище. Голени старца тисками сдавливали до костей, уши резали тонкими и крепкими нитками. Подняв самого на воздух в коробе, облитого медом и отваром, среди дня сжалили его осы и пчелы. Между тем, солнце жгучим зноем палило и пекло плоть его. При этом, говорят, старец, юный для подвигов, произнес достопамятное и достославное изречение. «Это прекрасное предзнаменование, что я вижу себя на высоте, а их внизу на земле». Так он намного возвышался духом над теми, которые его держали. Так далек был от скорби, что как будто присутствовал при страданиях другого и не бедствием, а торжеством считал происходившее с ним. И кого бы ни тронуло все это, кто имел хотя несколько милосердия и человеколюбия. Но этому препятствовали обстоятельства и неистыство царя, который требовал бесчеловечности и от черни, и от городов, и от начальников. Вот какие мучения вытерпел мужественный старец. И за что? За то, что не хотел одной золотой монеты бросить истязателям, чем и доказал, что подвязался за благочестие. Ибо пока рефузийцы, положив за разрушенный им храм слишком высокую цену, требовали, чтобы он или заплатил все деньги сполна, или вновь выстроил храм, до тех пор можно было еще думать, что он противится им более по невозможности исполнить требуемое, чем по искреннему благочестию. Но, когда мало-помалу, побуждая их своей твердостью и каждый раз убавляя что-нибудь из цены, наконец довел он их до того, что просили с него самое малое количество, которое весьма легко было уплатить. И после этого с равной неуступчивостью одни домогались взять хоть что-нибудь и тем доказать свою победу, а другой не хотел ничего дать, чтобы только не остаться побежденным, хотя многие не только из-за побуждения благочестия, но и из-за уважения к непобедимой твердости старца усердно вызывались заплатить более, чем требовалось. Тогда уже ясно можно было видеть, что он не денег жалеет, а подвизается за благочестие. Надо бы еще прибавить, что Марк был один из тех, которые тайно увели и тем спасли этого нечестивца Юлиана, тогда как весь род его подвергался опасности погибнуть. Говорят, что бывший тогда епарх, который не мог равнодушно смотреть на муки и терпение этого мужа, смело сказал царю, «Не стыдно ли нам, царь, что все христиане побеждают нас, так что и одного старика, претерпевшего все мучения, мы не могли одолеть?» Таковы слова самого святителя Григория Богослова. По преданию, жители города Арифусии, видя несокрушимую твердость святителя, отпустили его на свободу, и позже многие из них под влиянием его бесед обратились ко Христу. Скончался святой около 364 года. Святый священномучениче Марко, моли Бога о нас. До новых встреч, дорогие телезрители! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова